здравствуйте дорогие любители вязания сегодняшний мастер-класс я делаю по просьбе татьяны демидовой она прислала в нашу группу вконтакте вот эту фотографию с просьбой помочь разобраться ей схеме узора эта фотография кстати очень часто встречается в интернете мне например она просто намазу лил глаза очень часто узор красивый я на него обращала внимания и как бы просто откладывала на потом и поэтому когда я взяла эту схему я подумала здесь ничего сложного нету для меня все понятно лицевые и изнаночные перекрещивания петель ну вот вот такие ромбики в ромбиках у нас узор рис или жемчужный узор как его еще называют ничего сложного нет но когда я начала вязать по этой схеме у меня не получился такой узор не получился такой красивый узор вот посмотрите дело в том что вот мы вяжем ромбик вот у нас идут петли 2 вместе мы вяжем с наклоном в правую сторону вот они у нас идут и с этой стороны вяжем 2 вместе с наклоном в левую сторону вот они в правую сторону и в левую сторону вот эти петельки далее вот мы привязали вот начало ромбика и потом это уже вот середины ромбика тоже в одну сторону и в другую но обратите внимание здесь у нас наклон в правую сторону а здесь наклон в левую сторону и наоборот здесь наклон наклон идет в левую сторону вот по этой стороне а здесь наклон в правую сторону когда я начала вязать вот серединку вот этого ромбика у меня не получилось вот такой красивый ровной линии это один момент здесь вот у меня не получилось так красиво он ромбик ты полу получится в любом случае но вот не будет вот так вот ровненько и красиво далее в двадцать шестом ряду вот вот здесь вот неправильно вот он 26 ряд неправильно здесь петли не получилось у меня и самое самое вот ужасное что я не могла найти здесь раппорт узора где он начинается где он заканчивается тем более схемы так сразу тут обрывается короче вот на первый взгляд вот эта легкая схема заставила меня попотеть я все-таки нашла этот раппорт вот это же самая схема вот тут это же самое просто я уже переделала ее для себя я сделала наклон в эту же сторону вот чтобы у нас ромбик наклон был в эту же сторону передела вот эти петельки выделила раппорт вот если вы будете вязать 6 петель перед раппортом потом повторять 12 петель раппорта и 5 петель после раппорта всего 23 петельки то у вас получится вот такой узор он он тогда получится и и и и что еще вот на схеме вернее на на фото у нас перекрещивание вот эти петельки смотрят в правую сторону вот на пледе да посмотрите а если вязать по схеме то у нас перекрещивание идет в левую сторону но это совсем не важно можете перекрещивать в любую сторону в какую вам захочется ну и уже на основании этой схемы этой переделки я сделала свою схему если вы будете вязать по этой схеме об простите вот здесь у нас накид то у вас получится вот такой узор я добавила здесь еще по краям по 4 петельки узором рис чтобы уже красиво смотрелось но мы с вами сейчас свяжем один раппорт вот по этой схеме мы свяжем один раппорт в ширину 23 петельки набираем и плюс 2 кромочные и один раппорт высоту 28 рядов нам понадобится две дополнительные спицы и так набрали 25 петель вместе с кромочными первая кромочная снимается вторая кромочная провязывается изнаночной об этом я каждый раз не повторяю вяжем первый лицевой ряд 1 лицевая 1 изнаночная 1 лицевая далее нам нужно перекрестить 5 петель в левую сторону так чтобы средняя петля была по центру мы оставляем две петельки на дополнительной спицы перед работой затем одну петельку мы оставляем на второй дополнительной спицы за работой провязываем 2 лицевые провязываем изнаночную петлю со второй дополнительной спицы и провязываем 2 лицевые с первой дополнительной спицы первом ряду неудобно провязывать делать перекрещивание можно провязать пару рядов установочных сделать ну я уже вижу по схеме далее мы вяжем 7 петель которые будут у нас в дальнейшем узором рис это будет у нас 1 лицевая 1 изнаночная 1 лицевая 1 изнаночная лицевая изнаночная лицевая и снова делаем перекрещивание 5 петель 2 петельки оставляем на дополнительной спицы перед работой дальнейшем я обхожусь вот когда 5 петель только одной дополнительной спицей одну петельку оставляем на дополнительной спицы за работой я просто их меняю местами так одну петельку и 2 провязываем 2 лицевые 1 изнаночную и петли с дополнительные спицы мы провязываем лицевыми и до конца ряда у нас будет 1 лицевая 1 изнаночная и 1 лицевая вяжем второй изнаночный ряд 1 лицевая 1 изнаночная 1 лицевая 2 изнаночных далее 7 петель вяжем узором рис это будет одна лицевая 1 изнаночная лицевая изнаночная лицевая изнаночная лицевая далее 2 изнаночных 1 лицевая 2 изнаночных и до конца ряда лицевая изнаночная лицевая вяжем третий лицевой ряд 1 лицевая 1 изнаночная 2 вместе нужно провязать с наклоном в правую сторону 2 вместе лицевой посмотрите изнаночная петля у меня лежит хорошо и удобно подхватить а вот лицевая неудобно я лицевую петельку тоже вот так разворачиваю и провязываю 2 вместе лицевой с наклоном вправо делаем накид лицевая изнаночная лицевая накид 2 вместе лицевой с наклоном влево здесь наоборот у меня удобно лежит лицевая петля и неудобно лежит изнаночная я вот так вот сразу ввожу спицу в лицевую петлю и подхватываю изнаночную и получается что она у нас разворачивается за лицевой петлей 2 вместе лицевой с наклоном влево за задние стенки дальше будет у нас 5 петель узором рис изнаночная лицевая изнаночная лицевая изнаночная петля и повторяем 2 вместе лицевой с наклоном вправо накид лицевая изнаночная лицевая 2 вместе лицевой с наклоном влево накид и в конце ряда изнаночная и лицевая вяжем четвертый изнаночный ряд лицевая петля 4 изнаночных лицевая петля 4 изнаночных дальше будет у нас лицевая изнаночная лицевая 4 изнаночных лицевая петля 4 изнаночных лицевая петля пока еще ничего не понятно вот эти вот путаешься с узором рис кто вот хочу сказать кто хочет еще начинающий и хочет попробовать этот узор посоветую не вязать узором рис а вязать изнаночные петли между ромбиками и вы поймете принцип вязания этого рисунка и тогда уже узор здесь у вас сам по себе будет очень легко вывязываться 5 лицевой ряд 1 изнаночная 2 вместе провязываем лицевой с наклоном в правую сторону делаем накид 2 лицевых изнаночная 2 лицевые делаем накид 2 вместе лицевой с наклоном влево дальше будет лицевая изнаночная лицевая 2 вместе лицевой с наклоном вправо делаем накид 2 лицевые изнаночные 2 лицевые накид 2 вместе лицевой с наклоном влево и в конце ряда лицевая петля 6 изнаночный ряд мы вяжем также как 4 1 лицевая 4 изнаночных 1 лицевая 4 изнаночных лицевая изнаночная лицевая 4 изнаночных лицевая петля 4 изнаночных и в конце ряда лицевая петля 7 лицевой ряд сразу после кромочной 2 петельки провязываем вместе лицевой с наклоном в правую сторону делаем накид 3 лицевых 1 изнаночная 3 лицевых накид 2 вместе лицевой с наклоном в левую сторону изнаночная петля и снова ромбик 2 вместе лицевой с наклоном вправо накид 3 лицевых изнаночная петля 3 лицевых накид 2 вместе лицевой с наклоном влево 8 изнаночный ряд провязываем 5 изнаночных 1 лицевая 11 изнаночных 1 лицевая 5 изнаночных 9 лицевой ряд 3 изнаночных 2 вместе провязываем лицевой с наклоном в левую в правую простите сторону накид изнаночная накид 2 вместе лицевой с наклоном в левую сторону дальше будет 2 лицевых затем вот у нас три петельки мы одну оставляем на дополнительные спицы за работой я вот просто их тоже меняю местами провязываем 2 лицевые и петля с дополнительной спицы тоже провязывается лицевой далее будет 2 лицевых 2 вместе лицевой с наклоном вправо накид изнаночная накид 2 вместе лицевой с наклоном влево в конце ряда 3 изнаночных вяжем 10 изнаночный ряд провязываем 4 изнаночных лицевая изнаночная лицевая 9 изнаночных и снова лицевая изнаночная лицевая и 4 изнаночных до конца ряда вяжем 11 лицевой ряд 2 лицевых 2 вместе лицевой с наклоном вправо накид лицевая изнаночная лицевая накид 2 вместе лицевой с наклоном влево дальше будет 5 лицевых и повторяем 2 вместе лицевой с наклоном вправо накид накид лицевая изнаночная лицевая накид 2 вместе лицевой с наклоном влево 2 лицевых до конца ряда 12 лицевой ряд мы вяжем точно так же как 10 у нас будет 4 изнаночных лицевая изнаночная лицевая 9 изнаночных лицевая изнаночная лицевая и 4 изнаночных до конца ряда вяжем 13 лицевой ряд лицевая петля 2 вместе лицевой с наклоном в правую сторону накид 5 петель узором рис изнаночная лицевая изнаночная лицевая изнаночная дальше накид 2 вместе лицевой с наклоном влево 3 лицевых 2 вместе лицевой с наклоном вправо накид изнаночная лицевая изнаночная лицевая изнаночная накид 2 вместе лицевой с наклоном влево конце ряда лицевая петля 14 изнаночный ряд 2 изнаночных 7 петель узором рис лицевая изнаночная лицевая изнаночная лицевая изнаночная лицевая дальше будет 2 изнаночных 1 лицевая 2 изнаночных и снова 7 петель узором рис лицевая изнаночная лицевая изнаночная лицевая изнаночная лицевая и в конце ряда у нас будет 2 изнаночных вяжем 15 лицевой ряд 3 лицевых изнаночная лицевая изнаночная лицевая изнаночная лицевая и вот перед нами пять петелек и нам их нужно перекрестить в левую сторону так чтобы у нас изнаночная петля была по центру оставляем 2 петельки на дополнительной спице перед работой оставляем следующую петлю на дополнительной спицы на 2 дополнительной спицы за работой или меняем петли так местами провязываем 2 лицевых провязываем изнаночную петлю со второй дополнительной спицы и 2 лицевые с 1 дополнительной спицы дальше будет у нас лицевая изнаночная лицевая изнаночная лицевая изнаночная и 3 лицевые до конца ряда красиво получается да все так четко выражена очень красиво вяжем 16 изнаночный ряд провязываем 2 изнаночных он вяжется также как 14 изнаночный дальше будет 7 петель узором приз лицевая изнаночная изнаночная лицевая изнаночная лицевая дальше будет 2 изнаночных лицевая петля 2 изнаночных и снова 7 петель узором рис лицевая изнаночная лицевая изнаночная лицевая изнаночная лицевая в конце ряда 2 изнаночных 17 лицевой ряд провязываем лицевую петлю делаем накид 2 вместе провязываем лицевой с наклоном в левую сторону 5 петель узором рис изнаночная лицевая изнаночная лицевая изнаночная дальше 2 вместе с наклоном 2 вместе лицевой с наклоном в правую сторону делаем накид лицевая изнаночная лицевая и повторяем накид 2 вместе лицевой с наклоном влево изнаночная лицевая изнаночная лицевая изнаночная 2 вместе лицевой с наклоном вправо накид лицевая петля вяжем 18 изнаночный ряд 4 изнаночных лицевая изнаночная лицевая 4 изнаночных 1 лицевая 4 изнаночных лицевая изнаночная лицевая и 4 изнаночных до конца ряда 19 лицевой ряд 2 лицевых накид 2 вместе лицевой с наклоном в левую сторону дальше будет лицевая изнаночная лицевая 2 вместе лицевой с наклоном в правую сторону накид 2 лицевые изнаночная 2 лицевые и повторяем накид 2 вместе лицевой с наклоном влево лицевая изнаночная лицевая 2 вместе лицевой с наклоном вправо накид 2 лицевые 20 изнаночный ряд мы вяжем точно так же как 18 изнаночные ряд у нас будет 4 изнаночных лицевая изнаночная лицевая 4 изнаночных лицевая петля 4 изнаночных лицевая изнаночная лицевая и 4 изнаночных до конца ряда 21 лицевой ряд 3 лицевые накид 2 вместе лицевой с наклоном в левую сторону изнаночная петля 2 вместе лицевой с наклоном в правую сторону накид 3 лицевые 1 изнаночная 3 лицевые накид 2 вместе лицевой с наклоном влево изнаночная петля 2 вместе лицевой с наклоном вправо накид конце ряда 3 лицевые 22 изнаночный ряд мы вяжем 11 изнаночных 1 лицевая 11 изнаночных 23 лицевой ряд сразу после кромочной делаем накид провязываем 2 вместе лицевой с наклоном левую сторону за задние стенки 2 лицевые затем перекрещиваем 3 петельки в правую сторону 1 оставляем на дополнительной спице за работой провязываем 2 лицевые и петля с дополнительной спицы тоже провязывается лицевой дальше будет 2 лицевые 2 вместе лицевой с наклоном вправо делаем накид изнаночная петля делаем накид 2 вместе лицевой с наклоном влево 2 лицевые и снова 3 петельки перекрещиваем в правую сторону 1 на дополнительной спице оставляем за работой провязываем 2 лицевые и петля с дополнительной спицы тоже провязывается лицевой дальше у нас будет 2 лицевые и 2 вместе лицевой мы провязываем с наклоном в правую сторону делаем накид 24 изнаночный ряд провязываем лицевую петлю 9 изнаночных затем лицевая изнаночная лицевая 9 изнаночных и лицевая петля концы ряда вяжем 25 лицевой ряд лицевая петля накид 2 вместе лицевой с наклоном в левую сторону 5 лицевых две вместе лицевой с наклоном в правую сторону накид лицевая изнаночная лицевая снова делаем накид 2 вместе лицевой с наклоном влево 5 лицевых 2 вместе лицевой с наклоном вправо делаем накид и лицевая петля в конце ряда 26 изнаночный ряд 1 лицевая 9 изнаночных лицевая изнаночная лицевая 9 изнаночных в конце ряда лицевая петля 27 лицевой ряд лицевая петля изнаночная делаем накид 2 вместе провязываем лицевой с наклоном в левую сторону 3 лицевых 2 вместе провязываем лицевой с наклоном в правую сторону делаем накид 5 петель узором рис изнаночная лицевая изнаночная лицевая изнаночная лицевая 2 изнаночных лицевая петля 2 изнаночных лицевая петля 2 вместе лицевой с наклоном в правую сторону делаем накид изнаночная петля лицевая петля 28 изнаночный ряд это последний ряд раппорта лицевая изнаночная лицевая 2 изнаночных лицевая петля 2 изнаночных далее 7 петель узором рис лицевая изнаночная лицевая изнаночная лицевая изнаночная лицевая далее 2 изнаночных лицевая 2 изнаночных и до конца ряда будет лицевая изнаночная лицевая петля ну и вот что у нас получилось после провязывания одного рапорта посмотрите какая красота здесь у меня нитки одинаковой толщины просто разного цвета давайте скажем спасибо татьяне демидова за идею мастер-класса я очень рада что я разобрала эту схему узор просто ну просто очаровательный и плед и прекрасные можно интерьерные какие-то подушки какие-то интерьерные вещи связать до таким узором любой любую вещь любую можно или для детского узора его и для кардигана можно его и для какой-то отделки в общем ставьте лайки если вам понравился узор пишите комментарии подписывайтесь на наш канал делитесь нашими видео с друзьями в соцсетях я желаю всем удачи ровных легких петелек пока пока